В рамках большой нашей любимой гонки на собачьих упряжках Берингия будет проходить еще и культурные мероприятия, которые повезет с собой Берингия и люди, которые будут ее сопровождать. В том числе поедут и литераторы, писатели. Вот, в частности, я и мои коллеги. Начнем с ЭСА. На старте, перед стартом, 5-го числа, 5-го марта в библиотеке поселка ЭСА состоится творческий вечер меня как писателя, телевизионного режиссера, который снял очень много фильмов о Берингии прошлых лет, написал несколько книг о Берингии. Вот свежая повесть, которая пришла буквально днями в журнале «Север», которая касается нашей замечательной гонки Берингия. и творческий вечер местной поэтессы Валентины Петровны Ивановой, члена Союза писателей. Она живет в ЭСА, также любит Берингию, каждый раз ее встречает, провожает. Вот. И затем, значит, начнется большое путешествие литераторов и библиотекарей по трассе Берингия. Конечно, не на собаках, само собой, а любым попутным транспортом, с которым едет обоз берингийский, как обычно, вездеходы, снегоходы и так далее. Так же будут идти и литераторы. Я могу сказать только о своей части этого похода литературного. Грубо говоря, это большой такой бросок через Камчатку до Ассоры с мыслью показать нашу литературу, рассказывать о ней. Ведь сейчас не секрет, что плохо стали читать, плохо воспринимают. Поэтому как-то вот давать толчок к чтению, особенно камчатской литературы. И о лому ищем таланты. Так будем говорить, еще это вторая задача. Потому что в недрах Камчатки живет много молодых людей, ну и постарше, которые пишут. Мы о них, может быть, и не знаем. Они как-то проявляют себя вот в ходе таких встреч, таких бесед. И это здорово, потому что Камчатка прирастает вот такими неизвестными талантами, которые живут там в глубинке. Очень хорошие. Порой такие открытия бывают, что просто диву даешься. Мы здесь в Петропавловске сидим, знаем друг друга. А те люди скромные, дальние, они проявляются вот только в такие моменты. Поэтому я считаю, что очень важна Берингия и важна ее вот эта составляющая, культурно-просветительская часть.